Владимир 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 служили для парадного въезда в самую богатую часть города, где проживали дизья и бояре. Рядом с золотыми воротами находится земляной вал, который раньше служил оборонительным сооружением, а сейчас на него можно забраться и воспользоваться им как смотровой площадкой, что мы сейчас с вами сделаем. А сейчас мы с вами идем смотреть готическую архитектуру, точнее неоготику. Это храм Святого Розария, который был построен во Владимире в 1894 году. Приход в церкви насчитывает более 200 верующих католиков. В храме регулярно проводятся богослужения, а также концерты церковной и органной музыки. Субтитры создавал DimaTorzok А сейчас мы с вами поднимемся на бывшую водонапорную башню, которая находится за мной. Сейчас там располагается музей, а сверху находится хорошая смотровая площадка. Выставка, расположенная на этажах башни, рассказывает о истории города и его жителях. Всего тут представлено около 800 экспонатов. На самом верху располагается открытая смотровая площадка, с видом на старый центр города. А это главная пешеходная улица Георгиевская. Ее длина составляет всего 300 метров. На улице можно увидеть здание старейшей аптеки номер 3, которое было построено в 1790 году. Перед нами здание торговых рядов, построенное в 1787 году. А образцом для него послужил гостиный двор из города Санкт-Петербурга. Успенский собор был построен в 12 веке при князе Андрее Боголюбском. Это архитектурный памятник до монгольской эпохи. А еще собор известен тем, что там сохранились подлинные фрески Андрея Рублева. Памятник этому известному русскому иконописцу расположен недалеко от собора. Собор находится в совместном ведении русской православной церкви и музее. В храме регулярно проводится богослужение, в остальное время он открыт как музейная экспозиция. Недалеко от Успенского собора расположен Пушкинский парк. Обязательно сюда загляните. Парк сам по себе очень ухоженный и зеленый, а также здесь располагается несколько смотровых площадок. Здание, которое вы можете видеть сейчас за мной, называется палатой. Оно было построено в 1790 году для губернского правления. А сейчас в нем располагается музейный комплекс. Я уже был в нем в прошлой моей поездке, поэтому я вставлю короткую нарезку из видео. В музее представлены разные экспозиции. Археология, старинная мебель, предметы живописи и искусство. Еще одна интересная достопримечательность города – это Дмитриевский собор. Впервые он упоминается в 1191 году и знаменит своей белокаменной резьбой. Внутри собора расположен музей. В состав его экспозиции входит 4-метровый купольный крест, реплика с оригинала, различные фрески и другие экспонаты. Если вы хотите увидеть город Владимир с высоты птичьего полета, стоит подняться за небольшое пожертвование на колокольню Никитского храма. Но нужно быть готовым к подъему по узкой лестнице с тесными стенами. Удовольствие точно не для людей с клаустрофобией. Зато на самом верху открываются вот такие красивые виды на город. Друзья, сейчас я вам предлагаю прогуляться вместе со мной по Патриаршему саду. Много раз был в городе Владимир, но как-то упускал это место из вида, и вот сейчас исправляюсь. Осад действительно очень интересный и здесь открываются достаточно красивые виды на город. Субтитры создавал DimaTorzok Очень понравилось это место. Это такой некий ландшафтный парк, где в центре располагается фонтан с лавочками. Там же есть какая-то терраса, возможно, там было летнее кафе. А вверх на несколько ярусов поднимаются дорожки, а вокруг них разбиты различные цветники, деревья и различные растения. А также отсюда открывается очень хороший панорамный вид на город. И напоследок предлагаю прогуляться по вечерним улицам города. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ